МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 июля 1943 года в деревню Доры Воложинского района Барановической области нагрянули немцы. Людей начали сгонять на площадь. Там им объявили. Все жители должны собраться в церкви. Представитель гибицкомиссариата будет проводить с вами важное совещание. С собой необходимо взять документы. Слухи дошли, что будут убивать, палить людей. С вечера наехала столько черной формы бандеровцев, вот эти украинцы. У них форма была, вот я не представляю, или не то синяя, не то зеленая, не то серая. И повязки червона-белые на рукавах. Когда церковь заполнилась людьми, началась расправа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как свидетельствуют очевидцы событий, людей убивали проверенными методами. Садистски. Ночь под дулами автоматов, утром кровавая бойня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все время стрелянинов, все время критий, шумы везде, плач. А на расчвече, у 4 часа, ровно у церкви, дозвонили званы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда зазвонили званы, сразу раздались два выбуха. И началась пулеметная стрельба. Это рассказать невозможно, что там было. Там был вопль, крик, ну, знаете, погибающие 200 человек людей. Эти страшные события в памяти тех, кто их пережил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На этом месте стояла деревянная церковь. И во время блокады сюда фашисты согнали мирных жителей деревни Торы, заживо спалили их. И только одному, единственному мальчику удалось выбраться с церкови, спуститься на низ к воде и сохранить жизнь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Было сожжено деревня Макричевщина, Доры, Среднее село, Слобода, Шараи, Сульжиджи, Дубовцы, Нелюбы. Это Дорская сельсовета. Это все было сожжено, не считая других, в этом 43-го года. 1 июля 1943 года начиналась очередная карательная операция фашистов в Воложинском и Венецком, Новогрудском и Юратишковском районах под названием Герман. Цель – ликвидация и Венецко-Налибокской партизанской зоны. Но у карательной операции Герман была еще одна задача – вывоз скота, сельхозпродукции, угон местного населения в Германию. Масштаб операции был таким, что фон Готберг, под руководством которого она проводилась, привлек дополнительно помимо армейских подразделений, танков и авиации, спецкоманды Барановичского гибицкомиссариата и хозяйственной инспекции «Восток». В один из июльских дней 1943 года среди населения прошел слух, что немцы будут выбивать деревни новую волю, большую волю, пущу лепечанскую, прочесывать деревни и лес аж до Воложина. Жители уходили подальше от этих мест. В деревне оставались лишь те, кто не мог идти. В хате семьи Косачей оставалась невестка с малыми детьми. Беременна, тронуть не должны. Спрятались в сарае. Дверь распахнулась. В мгновение женщина оказалась на полу. Ее больно пнул сапогом полицай. Накинув веревку на рога коровы, он пытался вывести ее из сарая. Другой полицай тащил овечку, пиная детей, которые не хотели ее отпускать. Женщина стала просить полицаев оставить хоть что-то, детей ведь кормить будет нечем. Сильный удар сапогом она потеряла сознание. Пушча Лепетянска зарабили облаву, эту деревню прачесывали. Литовцы, украинцы было больше, как немцев. Немцев больше было на большой воле, а это тут, ну это, по-видимому, это был карательный отрат их. От немцев легче было отпроситься, но от них очень тяжело. было тяжелые люди, вредные. Тогда женщину не расстреляли, ей повезло. И не потому, что каратели оказались благосклонны к ней и детям. Придя в себя, она пообещала собрать для них еще продукты, а те пообещали вернуться. Но это был редкий случай. пчелы, у батька. Помню, когда они шли, попалили пчелы, и было зерно, жито у сараи, тоже спалили. дед пришел, если корова хорошая, если книжка у него есть, то он сдал 150 литров молока, значит, хорошо. Если корова худая, у него березина, он сразу хозяина бил березиной. если молоко не сдал, тоже бил. Если литр или два сдал, больше, ты молоко в воду лил, тоже получал. Шесть недель летом 43-го года фашисты жгли белорусские деревни, уничтожая мирное население. По своей продолжительности и зверствам операция Герман стала в один ряд с наиболее кровавыми и садистскими. Сам опер группенфюрер СС фон Готберг в январе 44-го одним из первых был награжден почетным нагрудным знаком за борьбу с партизанами. Но ни награды, ни жестокость фашистов не могли уже остановить сопротивление белорусского народа, наступления Красной Армии. 23 сентября 43-го был освобожден первый населенный пункт Белоруссии Камарин. В декабре первый областной центр Гомель. Озверевшие фашисты сопротивлялись отчаянно. Осенью 43-го уже пришли каратели. В соседние деревни мальчик прибежал и сказал им, что идут каратели и жгут все деревни сразу. А наша деревня была Еськова возле Кахановича. И кто мог выехал, но старые и детки остались. И там сожгли может человек 30 и деревню все сожгли Еськова. Сейчас там памятничек стоит маленький. только деревни уже там нет. Второй раз все равно уже поймали каратели нас. И тогда завезли где-то с Латвии в Довгопец. Там лагерь был. Жили там в лагере и работали у латышей. Содержали очень плохо. И холодно, и голодно было все. Утром 20 апреля 44 года недалеко от деревни Надозерия близкого района Витебской области немцы согнали на поле жителей окрестных деревень. Командир 26 полицейского полка подполковник Вайсик отдал команду. Каратели стали выталкивать из толпы людей и формировать из них группы. Женщина, ребенок, молодые девушки, старик. Шнель, шнель! Толкая их в спину орал полицейский. Шнель, шнель! Выталкивал перепуганных людей на поле. Медленно ступая, они двинулись вперед, в сторону леса. Из материалов судебного процесса в Минске над 18 нацистскими военными преступниками. Январь 1946 года. Под номером 16 значился Вайсик Георг Роберт, командир 26 полицейского полка. Провел 4 карательные операции. Особо отличился в ходе операции праздник весны. Показания свидетеля Хривенца Степана Александровича. Во время карательной операции в Плисском районе карательные части гнали перед собой мирных граждан группами по 15-20 человек с тем, чтобы они подрывались и погибали на минах. Очищали минные поля. Карательная операция весенний праздник проводилась с 17 апреля по 5 мая 1944 года против партизан Полоцко-Лепельской партизанской зоны и местного населения Докшицкого, Лепельского, Полоцкого и Ушачского районов. Фашисты уничтожили более 7 тысяч мирного населения. 11 тысяч вывезли в Германию на принудительные работы. В ходе проведения этой операции тактика фашистов выжженной земли приняла небывалые масштабы. 3- 1- 1- 4- 5- 5- 6- 8- 9- 9- 9- Продолжение следует...